Именами и бойцами В Красном углу Боец, которому 28 лет Его рост 184 сантиметра Его официальный вес 77 килограммов с половиной И профессиональный рекорд Бойца 5 побед при одном выражении Стиль в котором работает Спортсмен ММА Представитель города Грозный Россия Мухаба Мухаммад Амирханов Бойцы на середину Да, действительно Около двух лет Мухаммад Амирханов не выступал Последний свой турнир Поединок он провел еще в рамках ACB 20 в Сочи Когда он победил Владимира Гунжу Был на том поединке Помню, вживую смотрел Тот бой на прекрасной Сочинской арене Одного из Олимпийских объектов Тот турнир, если я не ошибаюсь Возглавлял Альберт Тураев Или в одном из главных поединков Точно Альберт Тураев Они рослые, да, метр девяносто У Коновалова Метр восемьдесят четыре У Амирханова Очень хорошо сложенный Для этого весового дивизиона Лоу-кик От Мухаммада Кстати, секундирует Как раз в этом поединке Амирханова Альберт Тураев Один из претендентов На пояс Лиги ACB В среднем весе Да, и в стойке Левши В правосторонней стойке Боксирует Дерется именно Коновалов Что, наверное, доставляет Определенные неудобства Его сопернику Это и длинные руки Это и длинные конечности И как бы Ну, нестандартная стойка Сокращать дистанцию Всегда непросто С таким спортсменом И советует именно Начинать с задней руки Пока что не дает он Сократить дистанцию Коновалов Хотя сейчас мы видим Что сам Мухаммад Тоже становится в стойку левши Вот такой интересный момент Видимо, чтобы Где-то Было комфортнее ему Сократить дистанцию Именно на это, я думаю Как раз таки нацеливается Мухаммад Амирханов Лоу кик Не спешит никуда Амирханов Понимает он Что после возвращения Тело может не реагировать Так, как обычно Потому что пропал ритм Вот И выносливость в бою Это вещь непредсказуемая Как поведет свой организм Ты не знаешь Поэтому спокойно Спокойно в стойке Подбирает свою дистанцию И, наверное, будет Потихоньку Переводить соперника Слева Через руку С задней руки Немного не достает Амирханов Амирханов Не давая работать Сопернику Советуют Амирханову Из угла Это действительно Наверное правильно Потому что Нельзя просто так Стоять Принимать на себя Пусть и пока не тяжелый Снова хорошо попал И сместился в сторону Амирханов Амирханов Ударом Уже небольшая садина Появилась В районе левого глаза У Коновалова Видно, что Один раз Как минимум Уже Зацепил его Амирханов Да, не спешит Не спешит В партер Амирханов Я удивлен Мне казалось Что будет сразу Навязывать он Именно эту стихию Своему сопернику Учитывая Что тут ударник Ударник габаритный Вот Заряжен Заряжен На удар слева Вот сейчас Через руку Пытался пробить Немного не достал Был момент Когда достал Но не хватило Силы удара Мухаммаду Амирханову Внутренний лоу От Коновалова И тут же Хайкик Блок Пока видно Что психологически Немного тяжело Мухаммаду Хайкик Достаточно Слегка Скованного Выглядит Боец Из Грозного Это наверное Объясняется Все таки Два года Действительно Большой срок И одно зал Одно дело Тренироваться В зале Спарринговать Другое дело Когда ты уже Выходишь В клетку И знаете Вот Практически Никто не обращает На это внимания Но на самом деле Вот этот вот Свет искусственный Да Настроенный Направленный Именно на Бойцов Он тоже Определенный Оу Это Мухаммада Мирханов Готовил он Этот удар Да Согласен Дополнительное напряжение, нервозность. Это даже психологически доказано. Ну и конечно же, именно публика, выступать перед публикой. Это состояние, оно со временем теряется. Теряешь чувство публики, чувство ритма, то, о чем мы говорили. Два года это, конечно, большой срок. Определенное время займет у Мухаммада, чтобы вернуться в колею. Он уже начинает возвращаться, судя по всему. Справа размашисто так попал Мухаммад. До этого в конце раунда включился. Еще один хайкик слева, но чисто в блок пришелся. Рабочий раунд у нас получается. Хороший раунд. Стойкие были удачные моменты, как у одного, так и у другого. Но однозначно, если говорить о тоннаже ударов, то, естественно, на стороне Мухаммада Амирханова, если говорить о количестве, то здесь, наверное, преимущество будет у Максима Коновала. Вот, пожалуйста, одно из акцентированных попаданий. Уже в концовке этого раунда было. И посмотрим, посмотрим, какое решение приняли студии касательно этого раунда. Еще впереди второй. Видно, что потихоньку уже осваивается в клетке Мухаммада Амирханова. И будет интересно понаблюдать за ним, как он будет действовать во второй пятиминутке. Ну и, конечно же, Максим Коновалов тоже боец с хорошим рекордом. Видно, что, скажем так, не тот боец, который всегда выходит на короткое удавление и выступает не только для того, чтобы подзаработать деньги. Обученный, вышкаленный. Видна школа определенная ударных единоборств. Бокс, да, как я понял? Да, действительно. Это непростое испытание. И закажущийся со стороны легкостью очень неприятный удар у этого спортсмена. Я думаю, Мухаммад, как никто другой, сейчас понимает то, о чем мы говорим. Руки он держит, как боксер, да, и двигается достаточно часто именно, как боксер, ноги. Да и вообще этот поединок максимально приближенный к ММА бокс напоминает пока что. О, хороший. Сейчас ногами начал больше работать Коновалов. Попадание слева. Да, тот же удар слева из раза в раз через руку готовит его. Мухаммад где-то откровенно, где-то скрывает. Вот и периодически он попадает им. Вот только встал в стойку именно правши, как пропустил миддлкик Мухаммад и снова вернулся в стойку левши. О, еще один раз. Да, хорошо. По касательному прошел. Хорошо, подседает он во время атаки соперника, через руку пробивает. Джеб пропускает Амирханов. Так как по конвейеру работает Коновалов. Стабильно выбрасывает удары, такие классические. Такое движение у него очень обученный. О, слева. Да, слева цепляет он Амирханова. Посмотрим, как Амирханов себя сейчас проявит в борьбе. Да, вот как раз таки очень хорошо выходит на рычаг локтя Амирханов. Я думаю, Коновалов просматривал записи его поединков. Сейчас будет максимально прижиматься к сопернику, не давать ему выходить на прием. Да, очень неприятный удар пропустил Амирханов. Есть там уже определенная гематома под глазом. И вот сейчас... Амирханов забросит треугольник. А, выходит из нее. Да, рассечение даже есть под глазом. Да, рассечение, да, очень неприятное. Плотный такой удар неприятный получился действительно у Коновалова. И даже так показал, что не до конца он поверил, что у него настолько сильный этот удар получился. Не поспешил на добивание, да, так. Хотя момент такой был, что он сам чуть-чуть назад отскакивал. Тяжело было. Хороший апкик со стороны Амирханова. Очень чувствует партер Амирханов. Вот сейчас видели, вот при ударе Коновалова именно забросил он треугольник. Попытка была забросить треугольник. Отключил руку. Очень своевременно. Хорошая задумка была. Но не получилось. Прочувствовал этот момент Коновалова. Не дал провести прием. Как я уже сказал, наверное, просматривал он записи боев, где, наверное, сплошные сабмишины Амирханова. Не, наверное, точно четыре сабмишина в последних четырех поединках. Поэтому изучил он наверняка своего соперника. Так комфортно сейчас себя чувствует Коновалов. Он ведет этот раунд, в этом раунде. Было хорошее попадание. Слева зацепил он Мухаммада. После этого он накрыл в партере и проводит добивание. Вот еще один авткик. Почувствовав опасность этого удара, снова возвращается в партер Максим Коновалов. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да, довольно-таки неожиданно для меня то, что Мухаммад не стал бороться, не стал пытаться переводить соперника в партер. Хотя вот эта позиция, работа со спины, она довольно-таки привычна для Амирханова. Часто мы видели его в этом положении. И в том же поединке с Владимиром Мунжи, как раз в храньем своем противостоянии, Мухаммад вот из такой позиции вышел на рычаг локта. А сейчас тоже была такая же попытка. Чувствует эти моменты, Коновалов, вот позиция Маунт, очень опасно. Это уже очень опасно, учитывая габариты соперников. Будет непросто его скинуть, растягивает он Мухаммада Амирханова и будет, наверное, проводить добивание. Очень неприятная ситуация для бойца клуба «Беркут». 45 секунд остается до конца второй пятиминутки. Нужно, конечно, терпеть ему. А Максиму нужно как можно больше извлекать пользу из этой позиции, потому что ударов особых мы не видим. Вяжет, вяжет его Амирханов. Вяжет и не дает. Возможности понимают, что до конца раунда остается не так уж и много времени, поэтому не дает пространства, так скажем, для своего соперника, чтобы, как говорится, долежать до конца этой пятиминутки и уже потом в третьем раунде постараться все исправить. Те ошибки, которые были допущены в раунде втором. А вот было 2-3 тычка и после этого 2-3 удара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 это это дико он естественно это хочет но канавал в принципе у них у обоих схожая ситуация канавалов конечно поверили здесь невозможно да кстати в лиге и себе ничья невозможно не то что поединке даже в раунду поэтому на ничью рассчитывать я думаю и не рассчитывают они не приходится да вот поверил себя канавалов поверил свои силы поймала свой ритм хотя он самого начала принципе работал именно в этой стихии довольно таки не спеша методично донося свои удары до соперника но сейчас в третьем раунде это все стало уже более явным и этот удар слева уже очень предсказуем и он один это движение одно поэтому я думаю мухаммаду нужно что-то придумывать другое будь то тейкдаун почему не стремится проводить тейкдаун мухаммад это для меня также большая загадка возможно физическое состояние не позволяет в любом случае попыток тейкдаунов нет со стороны мухаммада максим он ударник понятно ему комфортно на ногах у него есть преимущество размахи рук у него есть преимущество в росте еще один левый частично он дошел до цели но особого ущерба он не нанес уже довольно таки чувствительно заплыл глаз мухаммада амирханова а конечно тяжело наверное болельщикам клуба беркут чеченским болельщикам видеть своего любимца в таком положении потому что знаю очень многие ждали возвращения амирханова и связывали большие надежды с его выступлением и они конечно понимают что способен на многое мухаммад в силу тех или иных причин причин этом поединке он пока не выглядит лучше своей формы еще один удар до слева все это уже читается все это уже не работает и попытки довольно таки вялые уже подустал мухаммад джеб хороший от максима канавала еще один на гонку а слева потом справа опять же не хватает жесткости в этих ударах еще один следует тоже было поинтереснее дальше с олегом любителях принято говорить после долгого такого простоя выехать на соревнования выступить если проиграет там парус ваттеке на твою правила для тебя проиграл ничего страшного почувствовал соревновательный да этот процесс на очень же профессионалов такое такого нет нет возможностей скажи так какой такой роскоши нет чтобы выйти просто почувствовать и проиграть ничего страшного здесь идет конечно профессиональный рекорд здесь не так много возможностей подряд выступать да и вот снова позиция маунт очень неприятно для мухаммада вот как раз таки то попытка прохода в ноги о которой я много говорил с самого начала она произошла но уже потери силы уже не так очевидно очень вялая попытка здесь накрывает соперника максим канавалов из позиции маунт пытается выйти именно на полевой на ногу неудачно неудачный тут уже чуть больше одной минуты остается до конца контролирует канавалов своего соперника но нет каких-то особо активных действий да конечно же он не просто так лежит но атакующих активных действий мы не наблюдаем и я думаю если был бы ашота шукьян он уже давно бы бойцов поднял но в любом случае наверное в данной ситуации время играет в пользу максима канавалова это однозначно потому что да он ведет в этом раунде он желал поданирующий раунд и ему особо спешить некуда и я думаю даже если поднимут свой стойку он будет себя чувствовать комфортно потому что не он был инициатором перехода в партер просто накрыл потерявшего равновесие и частично силы соперника 27 секунд до конца боя совсем немного времени осталось и уже практически закончили силы и у того другого бойца собраться амирхана и постараться провести этот самый решающий удар он идет вперед он не останавливается демонстрирует настоящий мужской характер боец из грозного пытается до конца накрутирует своего оппонента да да и слева попадает еще одна попадает но это уже было раненого зверя напоминает мухаммадом и Субтитры создавал DimaTorzok И в этом бою единогласным решением судейской бригады победу отершил Максим Коновалов с Синий Уголом Да, справедливо, справедливо, я думаю, Максим Коновалов получает свою заслуженную победу, чем мы его и поздравляем Вопросов никаких, конечно же, нет к судьям Коновалов провел замечательный поединок с точки зрения тактики Просто какой комментарий можешь дать по поединку по своему оппоненту, что можешь сказать? Оппонент очень интересный, Бисхан Амирханов, с хорошим рекордом, знаю, тренируется в Беркуте Но очень хороший клуб и спарринг-партнеры там на высшем уровне Бой мне понравился, победил сильнейший Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok